Как думаешь, если Иудов станет главой, он раскроет преступление Кадырова, чтобы показаться хорошим народом? Он вычистит вот все то, что там Кадыров поназначал, а Кадыров на все денежные потоки посадил своих родственников, свою семью. А было ли действительно такое, что русских выселяли из Чечни? Это, знаешь, такой же вопрос, как было, были ли в Украине притеснения русских. Магомед Даудов, ассалам алейкум, брат мой дальний, брат мой дальний, как считаешь, кто станет следующим главой ЧАЭР? Алейкум ассалам. Кстати, спасибо тебе за этот вопрос, чуть не забыл одну из главных новостей этой недели. Как вы знаете, Магомед Иудов был освобожден от должности председателя Кадыровского парламента. И когда это произошло, сразу много появилось догадок, что это, значит, его, он поругался с Кадыровым, его там типа убрали. Потом даже была версия, что убрали его под волну арестов в Министерстве обороны. Так как объекты, которые строил этот Иванов, в Чечне строительством этих объектов занимался Иудов, как руководитель какого-то там штаба. И когда приезжал этот Иванов, именно Иудов там с ним встречался, значит, какие-то там объекты они посещали. Даже такая версия была. Но когда прошло совещание у Кадырова, он там очень лестно отозвался о Иудове, потом, значит, Иудов обратно вылезал у Кадырова. Ну, для меня, по крайней мере, стало очевидно, что никакого конфликта там нет. Иудова просто готовят на какую-то новую должность. И весь вопрос был в том, на какую должность его готовят. И потом, раз, освобождает должность Муслим Хучиев, председатель Кадыровского правительства. И здесь сразу, естественно, пазл начинает уже сходиться. И весь вопрос был в том, назначат ли Иудова на эту должность. Если его назначат, то уже сразу станет понятно, что это за процесс. И вот Иудова назначают на эту должность. О чем это говорит? Смотрите, я убежден в том, что это не сам Кадыров это решение принял. Понятно, это говорит о том, что в Кремле тоже видят все то, что мы видим. Плохое состояние Кадырова, его возможный скорый уход из жизни. Ну, или как минимум его недееспособность. Потому что он, это реальный человек, которого еле-еле как-то ставят на ноги. И за счет профессиональных, там, квалифицированных врачей, его немного приводят в нормальное состояние. Он там снова начинает что-то говорить. Но потом опять происходит кризис. Он снова начинает жевать. Очень плохо выглядит, отекает. Не может показаться на публику. И в Кремле тоже это понимают. И вот назначение Иудова на должность председателя правительства, это, я думаю, это кремлевский нарратив. Я думаю, что в Кремле Кадырову дали понять, объяснили, что, чувак, смотри, ты болен, мало ли там, если что, произойдет. Нужно, чтобы тот, кто будет исполнять обязанности, пока ты там будешь болеть, например, и не придешь к себе. Ну, наверное, так, политкорректно ему это объясняли, я так полагаю. Нам, значит, нужен человек более авторитетный, чем Хучиев. Поэтому давай мы, значит, как раз у нас тут сменилось правительство, происходят перестановки в правительстве России. И под этот соус давай мы у вас тоже произведем эти, значит, точнее, не так, а давай ты тоже у себя, значит, проводи. Значит, Иудова ставь на место Хучиева. А Хучиева мы забираем помощником премьера России. Он теперь, Хучиев, теперь помощник у этого председателя правительства Российской Федерации. У Мишустина. Что это? Смотрите, Иудов и так был вторым человеком, в республике по факту, по авторитету. Но теперь он стал формально вторым человеком, потому что формально вторым человеком был Хучиев. Когда Кадыров уходил в отпуск, на больничный, на больничный, я не знаю, по-моему, не уходил, в отпуск, когда он уходил, исполняющим обязанности главы республики становился Хучиев. Потому что такова формальная сторона. Председатель правительства становится исполняющим обязанности. Вот теперь Иудов формально становится вот этим вторым человеком. Теперь, когда Кадыров вдруг заболеет, перечеркнуто уйдет в отпуск, то Иудов станет официально исполнять обязанности. А если Кадыров вдруг очень серьезно подойдет свое здоровье, не сможет дальше выскочить, то Иудов будет исполнять обязанности. И если Кремль захочет ему утвердить его в этой должности, то он станет главой. Если же Кремль сделает ставку, например, на Алаудинова, то просто назначат. Но, во всяком случае, переходный вот этот момент, он теперь будет такой безболезненный. И это, конечно, для Иудова это он стал ближе к своей заветной мечте. Он очень четко этот сигнал понял. Иудов-то прекрасно понимает, что не Кадыров инициатор. Если бы Кадыров ставил бы председателя правительства, я думаю, он бы туда кого-то из своих дочерей с удовольствием засунул. Кстати говоря, вице-премьерами, то есть заместителями сегодня этого Иудова является дочь. Одним из заместителей является дочь Кадырова Айшат. И Кадыров наверняка хотел бы видеть именно ее на этом месте. Но в Кремле решили по-другому. Поздравляю тебя, Иудов! Как думаешь, если Иудов станет главой, он раскроет преступление Кадырова, чтобы показаться хорошим народу? Нет, я думаю, преступление он раскрывать или отбит станет. Ну, конечно, наверняка утверждать это нельзя. Но я знаю точно, что он сделает. Он вычистит вот все то, что там Кадыров поназначал, а Кадыров на все денежные потоки посадил своих родственников, свою семью. Вот этих вот ребят мы там больше не увидим. Это точно. Иудов их всех вычистит. Было ли действительно такое, что русских выселяли из Чечни? Это, знаешь, такой же вопрос, как было, были ли в Украине притеснения русских? Было ли там притеснение русского языка, русской культуры и прочее? Вот здесь можно ответить и да, и нет. Если мы говорим, было ли это вообще в принципе? Возможно ли такое? Вот Ходорковский например говорит, что это происходило там какие-то значит, и это носило даже систематический характер и прочее. И если, например, с ним поспорить, то он раз может привести какие-то там точечные примеры, например. И он будет прав. Точечно, где-то, допустим, был ли какой-то момент, что в каком-нибудь районе какие-то там значит бандиты заскочили к русской семье, всех там убили, допустим, вышвырнули тела или там, я не знаю, куда-то закопали и начали жить в их квартире. И возможно, что-то такое мы найдем, увидим, встретим. Или же, например, каких-то там какую-то русскую семью запугали, например, там, и заставили выселиться. Возможно ли такое? Да, возможно. Но это криминальные кейсы. Да, криминал, тем более тогда, в 90-е годах, происходил по всей России. Что мы в России таких кейсов не найдем? Когда они пытаются придать этому какой-то массовый характер, провести параллель между ссылкой чеченцев и ингушей в 44-м году, как будто бы что-то подобное чеченцы, армия такая чеченская, пришла и всех русских выселяла. Они-то именно так это пытаются представить. Конечно, ничего подобного не было, как и не было такого в Украине. Были ли какие-то точечные примеры какой-то ксенофобии, допустим, в Украине? Из-за там русского языка, например, когда кого-то там может быть докопались, кого-то убили, может, мы найдем мы там такие кейсы? Ну, скорее всего, да. Но носило ли это какой-то там государственный характер, когда это происходит по приказу президента, правительства, и этим занимается армия или правоохранительные органы? Подобное происходило ли в Украине или в Чечне? Конечно, нет. И более того, с такими проявлениями боролись. Да, я вообще отдельный указ выпустил о защите русскоязычного населения, потому что тогда все понимали, что подобная ситуация во всем Советском Союзе, РСФСР еще на тот момент, Чеченой-Ингушетии, что это плодотворная почва для криминальных различных элементов, а криминальные элементы, они устроены таким образом, что они всегда нападают на слабых, то есть их добычей являются слабые люди, и когда криминальные группировки, они друг с другом, они даже если у них происходит конфликт друг с другом, то они происходят только лишь из-за влияния на этих слабых людей. это было понятно, что слабыми людьми в Чечне являлись конечно же русские в основном люди, потому что чеченцы, чеченское общество устроено таким образом, что мы друг за друга стоим, огромное количество родственников, там свои села, я имею ввиду односельчане, это понятие очень серьезное в Чечне, если люди из одного села, если кто-то приходит в это село какой-то беспредел устраивает, там село моментально объединяется, районы объединяются, тейпы у нас свои, понимаете, а для русских людей это не свойственно, у них как правило не бывает родственников, не бывает какой-то поддержки, поэтому они конечно являлись слабыми, и они становились добычей для этих криминальных элементов, поэтому Дудаев издает отдельный указ о защите русскоязычного населения, и была ли эта защита эффективной, может быть нет, может быть какие-то русскоязычные люди пострадали, кому-то действительно пришлось уезжать, но это криминальные моменты, этим должны точечно разбираться правоохранительные органы, из-за этого не водят военные положения, не водят войска, не бомбят города, понимаете, совершенно другие вещи. Музыка, 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 Музыка,